Блогер-миллионник Влад А4, он же Влад Бумага, планирует уйти с Ютуба. Обсудим это, а также Даша Корейка, она же Максим, постоянно теряет сознание. Даню Милухина опустили в одном из журналов. Моргенштерн устроил в России вандализм, а также WhatsApp, который хотят отменить в наших школах. Да и по традиции, посмотрим на парочку ваших комментариев из прошлого выпуска. В общем, всем привет! Это Ютуб Чу Кого, расскажем тебе кто кого и чего, а ты взамен не забудь подписаться, поставить колокольчик и погнали! Влад А4 планирует уйти с Ютуба. Именно такая информация идёт от инсайдеров, которые до этого особо-то и не ошибались. А ведь наверняка вы помните, когда в том году Влад А4 пропал с радаров на пару месяцев, и многие спрашивали, где Влад, почему он ушёл, куда он делся, и далее люди отвечали, то, что он снимается в кино, то, что он уехал на отдых, то, что он заболел в больнице и так далее, но инсайдеры были правы о том, что у него просто готовился переезд и был поиск помещений для дальнейших съёмок. И вот сейчас, да, тревожные слухи, фанаты будут просто в диком шоке, если Влад А4 покинет их уже не на пару месяцев, как до этого, а навсегда. А ведь многие уже настолько прониклись его контентом, что смотрят на его жизнь гораздо больше, чем на свою. Но с другой стороны, Ютубчикова помнят о планах, о рекордах, которые хотел поставить Влад. И неужели, неужели он опустит руки и так этого и не сделает? Где его обещанный 50 миллионов подписчиков? Почему-то мне не верится в то, что он уйдёт, потому что в среднем Влад А4 очень редко разбрасывается пустыми словами. Поэтому пока что предлагаем успокоиться и просто спокойно ждать дальнейшей информации. Ну а для того, чтобы эту информацию не пропускать, ставь колокольчик и нажимай там все уведомления на вкладочке, чтобы не пропускать наши ролики. Даша Корейка опять упала в обморок и далее написала пост. «Ребят, я в последнее время начала просто терять сознание и падать минут на 15-30. Началось это в Челябинске, и это странно. Объясните, что за ерунда». И казалось бы, что её фанаты могут сказать, что в Челябинске проблемы с воздухом, ведь там много заводов и так далее, но, скорее всего, это связано с её многочисленными операциями и изменениями её тела. Поэтому, возможно, организму просто нужно до конца восстановиться. И далее всё будет хорошо. Но опять же до очередной операции. Кстати, как вы думаете, что она сделает следующим? Потому что, как мне кажется, она пойдёт в сторону инстасамки и будет увеличивать попу. В одном из журналов опустили Даня Милохина и Никоглая. Они так и написали. Грязная посуда, спе... Кхм, на одеяле, вонь. В каких условиях живут Даня Милохин и его друг? Даня Милохин снимает просторную квартиру в столице. Сейчас вместе с ним проживает его друг, блогер Никоглай. И звёзды интернета согласились продемонстрировать, в каких условиях они проводят свои дни. В общем, ребята, как настоящие рок-звёзды, не убирают за собой. Приглашают друзей, подруг, которые так же, как они, просто веселятся, колбасятся и проводят вместе время. А вот как они его проводят, об этом я уже не буду говорить, потому что нам иначе поставят возрастные ограничения. В общем, вовсю веселятся. И вот здесь самое главное, чтобы они со временем не докатились до каких-либо вредных веществ, которые могут испортить в дальнейшем их всю их жизнь. Да и кстати, вот парочка фотографий с новой фотосессии Дани Милохина. Как вам его одежда? Пишите в комментариях. И, кстати, мы вам напомним, что лучшие комменты мы добавляем в начале наших роликов. Поддержка Моргенштерна в России вышла на новый негативный уровень. Вы только посмотрите на эти фотографии. Что здесь происходит, вы спросите. А мы вам ответим. Дело в том, что Алишер жаловался, что в России никто с ним не хочет работать, потому что он иноагент. Рекламные баннеры не может арендовать, подрядчики сливаются. И Морген пошел по другой дороге, заявив в Инсте, что будет платить своим фанатам за самую креативную рекламу в городе. Но это вышло максимально из-под контроля, и люди стали бить тату, рисовать граффити и так далее. И лично я считаю, что было бы правильно и было бы здорово, если бы сейчас Моргенштерн все это остановил в ближайшее время. Потому что есть молодежь, которая не понимает и не несет никакую ответственность за содеянное и устраивает вандализм. В России постепенно пытаются отказываться от WhatsApp, всего того, что это вроде как иностранный мессенджер. И соответственно, в России должны пользоваться чем-то нашим, чем-то своим, только вот чем пока непонятно. Именно поэтому сейчас пошло распоряжение даже в некоторые школы, чтобы учителя убирали свои беседы в WhatsApp с родителями и находили какие-то другие альтернативные пути общения. Видимо, как старые добрые, будем отправлять голубей. Ну а на сегодня это все. Подписывайся, ставь колокольчик и увидимся в следующем ролике. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok